Здравствуйте! Несколько дней до окончания школьных каникул этой осенью они получились долгими. Из-за роста числобальных коронавирусом губернатор принял решение отдых школьников продлить на неделю. Но сами дети, мы уверены, довольны, а вот родители точно не очень. Им совсем не хочется, чтобы учащиеся вновь перешли на дистант. А будет ли он? И насколько эффективна была мера продления каникул? Об этом и не только мы поговорим сегодня в студии с нашей гостьей Ларисой Терновой, заместителем министра образования и науки Алтайского края. Здравствуйте, Лариса Станиславовна, я рада вас видеть. Так вот, начнем именно с этого вопроса. Эффективна ли была мера продления каникул? Потому что, говорят, несмотря на запрет посещения торговых центров, например, школьники там спокойно гуляют. Вы знаете, сегодня действительно можно об эффективности данного решения говорить. Почему? Потому что у нас было несколько школ, которые уходили на каникулы досрочно. И в течение двух недель, через две недели, они вновь вступили в образовательный процесс. Еще до момента наступления каникул у всех школ. То есть они уже учатся? Нет, сейчас они тоже находятся на каникулах. Но был период, когда они досрочно по определенным параметрам ушли на каникулы. Так вот, анализируя ситуацию в этих школах, мы можем говорить о том, что каникулы в 14 дней позволили действительно снизить уровень заболеваемости как педагогов, так и учащихся. Почему было принято решение о продлении каникул еще на неделю? В основе как раз лежит анализ эпидемиологической ситуации, которая сегодня есть в Алтайском крае, и перспективы ее развития. Мы понимаем прекрасно, что нестабильно пока у нас данная ситуация. И вот эта неделя нужна была для закрепления эффекта. То есть две недели дети пробыли на каникулах. У нас уровень заболевания детей снизился в три раза, и педагогов в два раза. Поэтому сегодня мы говорим о том, что действительно мера эффективна, и очень надеемся на то, что по выходу 16 ноября в очный формат у нас и педагоги, и дети будут практически здоровы. Ну вот и тем не менее, вот я говорила о том, что запретили ребятам гулять по торговым центрам, но они там гуляют, потому что, наверное, дома, ну что, устали они сидеть дома. Кто-то отслеживает вообще их времяпрепровождение или нет? Ну вы знаете, если говорить об организации каникулярного времени, то, конечно, все, что касается работы образовательных организаций, она осуществлялась. Было огромное количество всевозможных онлайн-площадок, где действительно досуг детям был обеспечен. Но мы сегодня говорим с вами и о родительском контроле, потому что любой родитель, который понимает небезопасное посещение ребенком центров торговых, он просто накладывает на это запрет. И поэтому говорить о том, что это было в таком большом массовом, как бы, да, ну не всегда правильно. Ну то есть некоторые только дети, скажем так, гуляли по торговым центрам, и следить за этим должны родители? Ну в частности, да. В частности, а кто еще, педагоги или педагоги в каникулярное время нет уже? Вот следить, да, само, если понимание слова, то есть то, что касается сегодня образовательных организаций, они должны обеспечить досуг ребенка, занятость ребенка в каникулярное время, да, а следить за тем, где он находится, конечно, наверное, это все-таки родительская как бы обязанность. Да, немножечко мы уже сказали о том, что педагоги тоже стали меньше болеть, да, вот за этот период, за две недели. В сентябре-октябре их, ну, по крайней мере, писали в соцсетях, что их было достаточно много больных. Длительные каникулы, получается, помогли им восстановиться? Да. То есть они в основном сейчас уже многие выходят на работу, да? Совершенно верно. Ну, родители у нас сейчас переживают о чем? Ну, каникулы заканчиваются, да, вот последние несколько дней, с понедельника уже в школу. Родители переживают, что снова начнется дистанционное обучение после окончания каникул. Так ли это? Вы знаете, надо сразу сказать, что локдауна системы образования как на региональном, так и на федеральном уровне не ожидается. В настоящее время мы планируем с 16 ноября очный формат, но при этом мы понимаем, что в каждом муниципалитете, в каждой отдельно взятой школе эпидемия ситуации находится на каком-то определенном уровне. И именно исходя из этого, сегодня всем муниципалитетам и образовательным организациям предлагается четыре модели, которые как раз основаны на уровнях безопасности, которые касаются эпидемии ситуации. Это, как обычно, зеленый, желтый, оранжевый и красный. В основе данных моделей лежат несколько показателей. Если мы говорим о зеленом уровне, зеленой зоне, это очное обучение, это когда в образовательных организациях отсутствует менее 20% педагогов и 20% обучающихся. Понятно, что именно при вот таком формате необходимо образовательной организации усилить профилактические меры. Все, что сегодня и так в образовательных организациях происходит, просто идет усиление. То, что касается еще каких-то форматов, именно в зеленой зоне возможен формат, который могут выбрать родители. Это семейное обучение, это самообразование. И здесь предлагается еще гибридное обучение. Это смешанный тип, когда часть предметов ребенок, дети класса изучают в очном формате, и часть на дистанционном обучении выводится предметов. То, что касается следующего уровня, это желтый формат. Это когда у нас обучающиеся, когда у нас более 20% педагогов как раз уже отсутствует. Тогда предлагается вот то, что вы сейчас назвали дистанционным, это все-таки удаленное обучение. Тогда предлагается удаленное обучение по параллелям, по классам. И если это действительно массово, то и школе удаленное обучение не более чем на 14 дней. То есть опять вот эти 14 дней, 2 недели. То, что касается оранжевого уровня, это уже уровень карантина. Мы с вами с ним знакомы еще с советских времен, когда более 20% обучающихся находятся либо на больничных листа, либо в самоизоляции. Тогда действительно объявляются карантинные мероприятия для класса, для параллелей, для всей школы, в зависимости от того, где отсутствует 20% учащихся. И здесь также предлагается школам использовать удаленный формат обучения, если есть такая возможность. Понятно. Вот сейчас у нас, 16 числа, кто-то есть, те, кто, например, в оранжевой зоне, в желтой зоне? В настоящее время как раз в каждом образовательном учреждении создан Оперштаб. Идет ежедневный мониторинг по заболеваемости детей и педагогов. И уже в пятницу в каждой школе будет принято решение, в каком формате они будут обучаться. Возможно, кто-то не выйдет очно учиться, да, смотря по заболеваемости. Это может зависеть не обязательно от того, что не выйдет вся школа. Это может быть какой-то один класс. Но вообще планируется, что в понедельник в очный формат выйдут все образовательные организации Алтайского края. Понятно. Вот некоторые родители пишут тоже в социальных сетях, что дистант планируется сразу после Нового года. И якобы зачем было вообще продлять эти школьные, вот эти осенние каникулы, потому что дети и так отстанут по учебе, и нагонять придется опять родителям. Вот на самом деле проблема-то это очень острая, и получается четвертая. А четверть прошлого года была какой-то такой сокращенной, можно сказать. И это было не очень полноценной. Кто нагонять будет? Как это будет вообще происходить? Потому что родители опять думают, все, либо на второй год останемся, либо мне сейчас вот с ним сидеть, не работать и с утра до вечера заниматься. Ну, вы знаете, я вам как педагог могу сказать, что действительно сегодня, так сказать, нагнать программный материал еще не поздно. Понятно, что вся система образования находилась в определенном стресс-тесте. Четвертая четверть, начало первой четверти, тем более нововведения, связанные с требованиями Роспотребнадзора. Конечно, как учащиеся, так и педагоги и родители определенный стресс испытывали. И то, что сегодня есть проблемные зоны в знаниях, это все прекрасно понимают. Именно для этого сегодня корректируются учебные программы. Конечно, придется работать педагогам, прежде всего, в таком усиленном формате, для того, чтобы пополнить тот багаж знаний у детей, который был уже упущен. Понятно, что сегодня со стороны родителей в любом случае нужна поддержка и помощь. Причем сегодня психологи говорят о том, что от родителей очень многое зависит, потому что та стрессовая ситуация, в которой находятся родители, она так или иначе передается детям. Поэтому сегодня, конечно же, родителям необходимо набраться терпения и действительно ребенку помогать в той ситуации, когда нужно будет вместе с учителями, потому что если это очный формат, то ребенок будет знания получать в школе. Если это удаленный формат, то так или иначе все равно родители действительно участвуют в образовательном процессе. И сегодня, конечно, очень многое будет зависеть от самодисциплины ребенка. Вот те дети, которые сегодня понимают, что такое организация учебного процесса, они как при удаленном обучении, так и при очном обучении, они, конечно, себя самоорганизуют. Поэтому сегодня будет очень многое зависеть от того, как будут скорректированы учебные программы. Мы сегодня над этим работаем. Институт развития и образования Алтайский сегодня подготовил для педагогов методические рекомендации. И мы очень надеемся, что невзирая на то, что вот такой прерывный образовательный процесс, знания у детей будут на должном уровне. Мне кажется, все равно им маленьким сложно по поводу самоорганизации. Если взрослые, там 9, 10, 11 класс, это понятно. Уже взрослые люди, они могут самоорганизоваться, а вот малышам, конечно, сложнее. И поэтому и родители, наверное, вот так вот нервничают. Ну, ничего не избежать. Если вдруг такое случится, то придется помогать, я так понимаю. Да, но вот вы знаете, я должна отметить, что как раз по опыту многих регионов, которые сегодня вышли в очное обучение в смешанном формате с 1 по 5 класс как раз предлагается очное обучение. Именно вот в связи с тем, что вы сказали. А дети уже с 6 по 11 класс, как более самостоятельные, более приученные, скажем так, к самоорганизации, они как раз во многих регионах ушли на дистант. Но у нас еще непонятно, будет ли так же или нет. Мы, вот понимаете, сейчас самое важное понять, что каждая образовательная организация вот эту образовательную траекторию, образовательный маршрут выберет сама. Именно по тем параметрам, которые сегодня в рамках эпидемиологической ситуации у них установлены. А вообще готовы школы к дистанционному-то обучению технически, потому что были большие проблемы весной. Мы знаем, мы все жаловались. Вот какие-то наработки появились, которые можно использовать? Конечно, опыт четвертой четверти сегодня проанализирован. У нас в ряде муниципалитетов были очень хорошие практики удаленного обучения. Сегодня собраны кейсы. Они будут размещены на сайте нашего Института развития. То, что касается технической подготовки, опять же, опыт четвертой четверти очень много дал нам для того, чтобы у нас была возможность пересмотреть, прежде всего, технические параметры сетевого края. Это та образовательная платформа, на которой практически вся система образования работала в четвертой четверти. Плюсом стало то, что за четвертую четверть многие педагоги смогли, может быть, даже впервые, познакомиться с огромным форматом образовательных платформ. И это сегодня. То есть они научились в них работать, научились работать с детьми, научили своих детей, родителей работать на этих платформах. И поэтому сегодня, конечно, мы очень надеемся на то, что опыт четвертой четверти позволит более безболезненно, если это будет необходимо, перейти на удаленный формат. Ну вот тему эту, наверное, не могу не затронуть, но коротко. Вот если все-таки выйдут онлайн, да, учиться дети, что сегодня с питанием? Потому что очень много говорили о питании. Везде ли есть кухни? Из-за длительных каникул не планируется ли какая-то организация сухпайков там для школьников? Значит, то, что касается сегодня пищеблоков, которые есть в наших образовательных организациях. Ну, ни для кого не секрет, что еще с советских времен в ряде образовательных организаций пищеблоков просто не было в проектах. На момент паспортизации января 2020 года у нас таких школ в Алтайском крае было 34. Это малокомплектные школы, где пищеблоков не было никогда. У них была буфетная система. И, естественно, пришлось огромный пласт работы провести, прежде всего, муниципалитетом. Поэтому для того, чтобы условия для организации бесплатного горячего питания для учащихся первых и четвертых классов создать. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что все малокомплектные школы организовали этот процесс для учащихся первых и четвертых классов прежде всего. Да, у нас не в каждой школе нашлась возможность организовать пищеблок, но, тем не менее, сегодня в каждой школе есть столовая, и часть школ пошла на то, что пища привозится в контейнерах. Но, тем не менее, все дети обеспечены горячим питанием. То, что касается сухопайков. В рамках действующего законодательства в Алтайском крае сегодня продуктовые наборы выдаются детям с ОВЗ, с 1 по 11 класс, которые находятся у нас на надомном обучении. И этот процесс непрерывный. Он так и идет с самого начала четверти. То, что касается массового обеспечения продуктовыми наборами, этот вопрос пока не рассматривается. То есть осталось дождаться пятницы нам и понять, кто будет учиться очно, а кто все-таки дистанционно. Мы очень надеемся на то, что система образования Алтайского края выйдет в очный формат обучения. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня моей гостью была Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края.